Девушки отдыхают Девушки отдыхают Доброе утро, Дальний Восток Доброе утро, Амурская область Город Благовещенск Сегодня говорим вам мы Надежда Пархунова и Александр Скаченко Настали очередные выходные И их, конечно же, лучше всего провести В интересном оформлении Можно провести время с детьми, если они у вас есть С семьей, с родственниками, близкими Можно сходить в кино, либо просто прогуляться Благо погода этому способствует А что еще, кроме хорошей погоды Может обрадовать наших жителей? Наверное, хорошая зарплата И начнем мы это утро с очень хорошей новости С января по сентябрь этого года Выросла среднемесячная заработная плата И теперь она составляет Около 40 тысяч рублей Как сообщает Амурстат, заработная плата Возросла на 12,4% По сравнению с аналогичным периодом Прошлого года Рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей Возглавили железнодорожники, нефтяники и энергетики Их доходы заметно выше 50 тысяч рублей Чуть меньше 50 тысяч получают Бухгалтеры, работники фотостудии, архитекторы, ветеринары и рекламщики Около 30 тысяч рублей получают работники сельского хозяйства Менее 20 тысяч получают сотрудники риэлторских агентств Работники гостиниц и предприятий общепита торговли И авторемонтных мастерских Вот интересно, а сколько человеку нужно для того, чтобы жить вполне комфортно И получать заработную плату? Саша, вот сколько тебе нужно получать? Ну, знаешь, возможно, я тебя удивлю, но я подсчитывал Для жизнедеятельности достаточно 30 тысяч рублей Ну, это покушать бензин и там радость Ну, какой у тебя расчетливый подход Ну, у меня семья небольшая Очень многие женщины наверняка сказали бы цифру гораздо больше Наверняка Ну, а мы спросили у наших амурчан Сколько же им нужно получать для того, чтобы они чувствовали себя вполне комфортно? Ну, и с этим вопросом мы обратились, подошли к амурчанам А они нам дали ответ Вот какие ответы мы получили, узнаем прямо сейчас В месяц 30 хватило бы Ну, 1080 На что бы тратили? Ну, на коммунальные услуги, на себя 50 только на еду бы хватило А остальное, я не знаю А остальное еще бы 50 Ну, 1070 1100 На что бы потратили? Да, даже на мелочи какие-то, и то хорошо 100 тысяч-то минимум Я на пенсию же, и платили пенсию хотя бы 1025-30 Без комментариев Чем больше человек получает, тем он больше тратит И больше потребностей И больше потребностей, соответственно Поэтому назвать какую-то конкретную цифру Ну, наверное, больше, чем я сейчас получаю Ну, 1100 хватит на проживание На проживание? Да А если на развлечение добавить, то еще плюсом, да? Еще плюсом, да Чтобы на все хватило, я думаю, 1030 мне будет достаточно Я бы всем пожелал достойной заработной платы Люди все больше экономят на домашней еде Но готовы тратить деньги на мебель, авто и таблетки Именно об этом заявил министр труда России Кстати говоря, за 9 месяцев этого года По данным Росстата Россияне стали больше тратить на товары и на оказание услуг Аж на целых 6,4% Ну, а эксперты говорят о том, что в последнее время Жители нашей страны все чаще питаются в кафе и ресторанах Но свои накопления тратят на путешествия, отпуск и поездки Ну, а для тех, кто все-таки решил сегодня никуда не отправляться С утра пораньше, по крайней мере Мы предлагаем немножечко заняться физической культурой Ведь утро – это самое отличное время, чтобы зарядиться В этом нам помогает наша рубрика и, конечно же, ее ведущая Верико Мачевариани прямо сейчас в рубрике «Физкульт-привет» Расскажет и покажет, как нужно взбодриться в этот выходной день Для того, чтобы он прошел продуктивно и весело Доброе утро! Наш сегодняшний комплекс посвящен мышцам пресса Поэтому можете даже не вставать с кровати Наши первые упражнения будут диагональные скрутки Правую ногу поднимаем на колено и скручиваем все коленки Работаем! В этом упражнении важно обратить внимание на поясничный отдел Мы его максимально прижимаем в пол, в живот тягиваем, презажимаем Дышим грудным отделом на выдох вверх, на вдох вниз Выполняем 30 раз в каждую сторону и меняем И наше второе упражнение – это будут ножницы Руки в исходном положении лежат вдоль корпуса Голову опускаем, ноги в исходное положение вверх И опускаем вниз Работаем! Раз, два, три, четыре Следим за поясничным отделом Живот очень сильно втягиваем и зажимаем Ноги опускаем до тех пор, пока поясничный отдел не отрывается от пола Если чувствуете, что пресса не хватает, лучше ноги низко не опускать И наше третье упражнение будут скрутки на внутренние косые мышцы Исходное положение кисти под плечи Ноги подтягиваем ближе к себе, живот тягиваем, презажимаем и ноги отрываем Работаем вдох, выдох, вдох, выдох Работаем опять же 15-20 раз вправо и меняем влево Это был весь комплекс на сегодня Выполняйте этот комплекс каждое утро и у вас будет хороший пресс Занимайтесь спортом, до новых встреч Ну а сейчас мы предлагаем нашим телезрителям немножко отвлечься И подумать о самом приятном Это, конечно же, еда и завтрак Почему бы нет? Самое время затронуть тему еды Подумайте, вспомните свои самые лучшие рецепты, любимые блюда И обязательно прислать нам на номер WhatsApp, который видите сейчас на своих экранах Лучший рецепт, а может быть просто рекомендацию, какой приготовить завтрак И мы обязательно воспользуемся вашим рецептом Да, мы, конечно же, это сделаем уже в следующей программе Озвучим рецепты самые интересные Те, которые нам понравились, либо, возможно, чем-то тронули И победитель обязательно получит подарок Это будет приглашение на концерт, который пройдет в Морской областной филармонии У Цирка Апп, программа называется «Выше головы не прыгнешь» Два концерта пройдут 30 ноября и 2 декабря Победители получат билеты и сходят на это замечательное представление Ну а пока наш рецепт Мы решили затронуть мексиканскую кухню Кесадиля с сыром, шпинатом и белой фасолью Это блюдо настоящей мексиканской, творческой такой, кулинарной направленности Она очень вкусная, его приготовит Татьяна Уланова, наш шеф-повар Доброе утро, уважаемые телезрители Сегодня мы с вами готовим блюдо из мексиканской кухни Мы с вами будем делать кесадилю с говядиной и овощами Существует такой стереотип, что это очень долго, и мексиканская кухня очень острая и так далее Сегодня мы с вами развеем этот стереотип Итак, что мы с вами будем сегодня использовать при приготовлении нашего блюда У нас пойдет болгарский перец, лук репчатый, морковь, цукини, фарш Можно использовать говядину, можно использовать говядину, свинина Мы используем тортилью, растительное масло, сыр моцарелла, соль, специи и плавленый сыр Морковь, цукини, лук мы нарезаем тонкой соломкой Я режу достаточно быстро, вы можете дома делать это медленно, не торопясь Можете, в принципе, натереть морковь на терке Но главное, чтобы она была очень-очень тонкая Потому что готовить мы будем очень быстро, и она должна успеть очень быстро приготовиться В нашу тортилью закладываются овощи, они должны быть аль денте Они не должны быть зажарены, как вот мы с вами привыкли, да Маринад, мы прямо морковь тушим и так далее Нет, здесь обжаривается очень быстро, очень легко По желанию можете добавить остроты, можете добавить чесночок То есть я вам даю, в принципе, классический достаточно рецепт Расскажу небольшой лайфхак Когда вы режете лук, чтобы у вас не текли слезы, можно набрать в рот воды Что это дает? Блокируются слезные железы Когда у вас во рту вода, вы просто надули полный рот воды и держите Вот, и вы не будете плакать, серьезно, прям проверено на себе Поэтому обязательно попробуйте Болгарский перец мы можем с вами использовать желтый, зеленый Какой у вас уродился на огороде Перчик острый, да, маленький То есть вы тоже можете его добавить Наши овощи с вами подготовлены, и мы включаем плитку Мы будем обжаривать на растительном масле Можете использовать подсолнечное Если вы дома радуете близких, вы можете использовать оливковое масло Накалилось наше масло, мы на него выкладываем фарш Фарш готовится достаточно быстро Слишком сильно фарш зажаривать не надо Ввиду того, что он высохнет, а нам нужна сочная кисадилия Мы добавляем к фаршу овощи И очень-очень быстро, буквально на сильном огне Обжариваем буквально 2 минуты Я добавляю приправы, я использую сухой бульон Можете добавить зиры, можете добавить кориандра Все зависит от вашей фантазии Насколько интересно вы хотите придать вкус нашей кисадилии Тем временем, пока у нас обжариваются овощи с фаршем Мы с вами приступим к подготовке нашей тортили Итак, тортили мы смазываем сливочным сыром полностью Это при дальнейшем прогревании у нас сыр с вами расплавится И достаточно такой приятный теплый вкус будет иметь у нас тортили Прекрасный аромат Я выключаю, овощи у нас готовы Вот посмотрите, буквально 2-3 минуты и у нас с вами начинка в принципе готова Лепешечку я тоже подготовила И теперь на одну половину я выкладываю наш готовый фарш Вместе с овощами Смотрите, какой красивый цвет, какая текстура получилась И сейчас мы с вами добавляем как раз наш натертый сыр Я использую моцареллу, вы также можете использовать любой другой полутвердый сыр И наша кисадилия практически готова Мы ее закрываем и немного прессуем Для того, чтобы у нас стал равномерный слой Итак, мы с вами нагреваем сковороду сухую Мы не добавляем масла И выкладываем на нее нашу кисадилию Когда с одной стороны подрумянится кисадилия Мы будем переворачивать ее на другую сторону Чтобы она подрумянилась у нас и со второй стороны Смотрите, у нас пошел легкий дымок Это говорит о том, что у нас подпекается, да просто у нас наша кисадилия Сейчас мы с вами ее переворачиваем Итак, наша кисадилия с вами подпеклась Даже слегка подзажарилась до такого дохруста Мы перекладываем ее на доску разделочном Смотрите, какой приятный оттенок И обязательно острым ножом мы ее надрезаем Сыр внутри расплавился Сейчас овощи наши пропитались сыром Получился такой сырный соус Очень приятный аромат исходит Посмотрите, он прямо тянется Замечательно у нас получилось Посмотрите, овощи очень сочные Я уверена, что они очень вкусные Итак, наше с вами блюдо готово Кисадилия с говядиной и овощами Приятного аппетита! Именно Татьяна Уланова, ведущая рубрики «Готовим вместе» накормила Сергея Лазарева, который давал на прошлой неделе концерт Большое шоу в городе Благовещенске Накормила гостя своим вкусным блюдом И не одним Популярный певец в одном из гастробаров Амурской области Заказал три салата, затем на горячее кролика томленого в масле И классический Глент Вейн Сергей Лазарев остался доволен ужином Точно так же, как и все телезрители, которые пришли на его шоу Тоже остались довольны И давайте прямо сейчас посмотрим Небольшой отрывок, как это было Шоу энд тур, в который вошли как новые, так и полюбившиеся треки Певец презентовал в УКЦ Кстати, концерт совпал с Днем народного единства В рамках шоу артист предстал перед зрителями в необычном амплуа На сцену Сергей Лазарев выехал в образе папы римского и черных солнцезащитных очках Но это было только начало Образы Сергей менял каждые несколько минут Кстати, пел Лазарев живую Никакой фонограммы Вот на такой доброй, позитивной ноте Мы готовы перейти к погоде прямо сейчас Прогноз погоды и реклама Продолжаем утро выходного дня У нас в студии Светлана Тюкалова Директор молодежного центра «Выбор» Светлана, доброе утро Доброе утро Доброе утро, Света Выходные дни, наверняка сейчас армия волонтеров где-то работает Потому что год волонтеров объявлен Расскажите, пожалуйста, Свет Чем занимаются волонтеры? Много ли их у нас вообще в городе, в Амурской области? У нас волонтеров уже мы приросли существенно Уже более 5000 человек Это очень здорово Занимаются они ежедневным трудом Это начиная от помощи пожилым людям, ветеранам Да, сейчас активно идут уборки квартир, помощь в этом направлении Работают с детьми в детских домах, проводят различные акции, мероприятия Ну, в этом году у нас была деятельность как по увеличению количества волонтеров Как я уже сказала, у нас появились серебряные волонтеры Ой, а что это значит серебряные волонтеры? Это волонтеры, которые 50 плюс Все понятно, да, почему их так назвали Обычно ситуация с волонтерами, что это молодежь, что это школьники, которым нечем вроде бы заняться И они идут в волонтерство, оказывается, есть люди взрослого Ну, вот это как раз уникальные люди, у них уникальные проекты Например, есть проект «Сотвори добро», когда уже люди, которым 70 лет, они помогают и работают с теми же положилыми людьми, которым уже 80 лет Это вместе готовят еду, ну, также ухаживают за ними Света, ну, все-таки вот год волонтера, и наверняка этот год ознаменован какими-то новыми интересными проектами, необычными достаточно Расскажите вот про самые яркие, наверное, проекты, которые прошли, а может быть, будут идти сейчас Ну, вот одним из самых ярких проектов, конечно, можно сказать, проект «На встречу жизни» Это Ольга Алексеевна Мажарова, это общественная организация «Движение против рака» У нас проходил всероссийский конкурс «Доброволец года», где как раз данный проект из 16 тысяч заявок со всей России Он вышел в десятку лидеров Ничего себе, то есть по всей России было 16 тысяч, а этот проект вошел в десятку? Да Ну, я думаю, это вот отдельно, прям как-то надо подчеркнуть, очень здорово Проект действительно очень значимый, очень интересный А в чем его суть? Кто участвует? Там непосредственно волонтеры-медики работают с онкобольными, как раз и с их семьями, которые столкнулись с такой сложной жизненной ситуацией Они помогают им психологически справиться, выйти из такого эмоционального состояния, проводят для них различные мастер-классы Они и рисуют, и лепят, катаются на лошадях, то есть и творчески раскрываются таланты, очень уникальные личности То есть это люди, которые вошли в стадию ремиссии, правильно я понимаю? Которые пережили уже определенный этап лечения и сейчас снова адаптируются к активному вот такому образу жизни А кто участники? Тяжело было найти людей, которые бы согласились вот так поучаствовать активно? Ну, изначально психологически, конечно, тяжело оторваться, зачастую такие люди уходят в себя, в семьи Но набрав первую группу таких людей, это в основном у нас женщины и мужчины тоже уже присоединяются Другие видят опыт, видят именно занятия эти все и также подключаются активно Уже на данный момент более 100 человек участников таких мастер-классов Светлана, ну а что дает вот такая волонтерская работа именно для, скажем так, объектов внимания? Как они себя чувствуют? Меняется ли их жизнь? Видны ли результаты? То есть можно ли как-то об этом понять? Именно благополучатели? Ну, конечно же, они ждут, это разные виды, да, помощи У нас, если пожилые люди, конечно, они ждут волонтеров в плане того, даже не то, что помощь, чтобы помочь убраться Вот именно общение, им очень это нужно, но зачастую ребята, они прикрепляются уже, берут подшествие ветеранов, с ними общаются, посещают, просто навещают их И потому что это делают не потому, что они волонтеры, да, а потому что они так прикипели, если можно сказать, к этим людям Свет, вы сказали такое слово благополучатели, то есть люди, которые задействованы, да, получают благо от волонтеров У меня такой вопрос, а они потом становятся сами волонтерами? Есть ли такие случаи? Да, у нас зачастую как бы ребята активно участвуют, допустим, мы приходим на школы, проводим с ребятами какие-то мероприятия, они активно присоединяются Или, допустим, изначально мы приходим и где-то проводим экологические уборки на каких-то территориях и поднимаем жителей города, чтобы у них уже эта инициатива тоже И они хотели уже, благодаря тому, что они видели, что ребята делают, тоже загораются Ну вот у нас впереди Новый год, праздники, наверняка есть еще какие-то проекты, которые будут осуществлять волонтеры Новогодние, какие они? Расскажите Новогодние это традиционная акция, это «Елка добра» А что это за акция? Эта акция мы проводим в детских домах, в социально-репродукционном центре «Мечта», когда детки, они пишут именно свои желания, какие бы они хотели подарки получить И у нас уже в том году буквально за три дня жители города собрали по смс-сообщениям, они собрали все подарки для ребят И здесь цель такая, что понятно, что у ребят в детских домах игрушки есть, много всего, но каждому хочется свою личную Своего личного медвежонка, с которым он ляжет спать Свой личный шампунь со своим запахом, то есть духи какие-то Вот именно, поэтому вот именно все детские хотят на Новый год чудо, и именно такое вот чудо наши жители готовы дарить Не первый год проходит акция, да? Какие самые необычные подарки уже дарили детям? Были ли такие? Хочу айфон, например, или хочу планшет, а может быть действительно кто-то просто шампунь хотел Самый необычный какой вот был осуществлен подарок? Ну, самый необычный, вот именно айфонов таких не просили никогда, компьютеры, да, дорогие Ну, бывало, что просили ребятки именно куклы, да, которые именно с функциями определенные, когда ее можно покормить, попоить Понятно, это все детки, они тоже хотят что-то интересного, что-то вот такого нового Скейтборды просят, велосипеды просят, ну, как бы вот такие подарки Ну, мы про Новый год еще сегодня поговорим во второй части нашей программы, а сейчас все-таки вернемся снова к волонтерам Куда они в этом году ездили? В каких акциях, может быть, всероссийских принимали участие? Что привезли? Призы, может быть, еще какие-то конкурсы прошли? У нас ребята участвовали в форумных компаниях различных Сейчас, например, у нас буквально вернулись куратор волонтеров Победы проекта «Моя история», где как раз это стартует новый проект, уже сейчас, в следующем году будет активно развиваться «Моя история» — это изучение как раз истории своей семьи Мы много говорим, что многие не знают истории вообще страны, а вот семьи-то, начинается все с семьи тоже Как раз ребята будут помогать составлять семейное древо, то есть работать в архивах Вот как раз ребята обучались сейчас в Москве, приехали сюда, вернулись, будут реализовывать этот проект Ребята, сейчас итоговый форум будет добровольцев 5 декабря Это День добровольцев, да? Правильно? Да, День добровольцев в Москве, итоговый форум, туда поедут 19 человек, тоже волонтеров, лидеров, которые будут участвовать в мероприятии Участвовала у нас, а также от волонтеров Победы, участвовала в конкурсе «Послы России» И девочка выиграла и помогала проводить парад Победы в городе Санкт-Петербурге Санкт-Петербурге тоже такое событие большое Радует, что не только множество волонтеров, но что есть еще и результаты, есть награды И мы видим плоды, ваша работа очень здоровая Но все-таки, если, например, у кого-то возникнет потребность в этой услуге, скажем так Куда обратиться? Куда бежать, кого попросить? Нужна помощь, допустим, каким-то пожилым людям, об этом видят соседи, да, скажем так? Всегда можно обратиться к нам в центр, мы потом все эти заявочки распределяем между всеми добровольческими организациями города Наш телефон 33 23 26, также по адресу можете к нам приходить, улица ЗСК 34, мы всегда рады, открыты А как можно стать волонтером? Ну, допустим, понятно, что помощь можно попросить А стать волонтером может любой человек? Да, любой человек абсолютно, мы работаем уже даже и с ребятами, которые в возрасте 10 лет Ничего себе, да? Сейчас очень активно открываются такие отряды на базе школ То есть родители приводят ребят, и на самом деле им очень интересно Мы смотрим, по каким направлениям они вовлекаются в эту деятельность Стать волонтером можно также обратиться к нам в центр, по тем же телефонам, по тому же адресу У нас есть соцсети нашего центра, можно туда обратиться, написать Так интересно, а есть ли семьи волонтерские? Допустим, родители вместе с детьми готовы заниматься такой добровольческой деятельностью? Может быть, что-то где-то убрать, посадить, я не знаю, дерево как-то благоустроить? Есть такие семьи, которые действительно уже традиционно участвуют как раз и в посадке деревьев В помощь тем же пожилым людям, когда они курируют семьи У меня самой такая семья Уже ребенок Ну, как правило, да? Мама работает волонтером, но не сразу подключается Свет, вот вы сказали о том, что в Москве в День волонтеров будет вот такой огромный форум, мероприятие Который будет чествовать всех волонтеров России А у нас в области, ну понятно же, что не все смогут Не то, что не все, а большинство не смогут поехать, но это же праздник Как вы будете отмечать? Мы проводим сейчас конкурс «Доброволец года», где мы принимаем заявки как раз от волонтеров Цель там и проекты, как раз номинации есть общее дело И также у нас по всем направлениям волонтеров Мы принимаем портфолио до 20-го числа, и там будут награждены лучшие из лучших До 20-го ноября? До 20-го ноября, да А именно непосредственно уже подведение итогов года у нас будет торжественная бока-цена 800 человек, где мы хотим собрать все отряды, чтобы они красивые в своей форме И благополучателей, и серебряных волонтеров, и партнеров наших И там будет подведение итогов и как раз награждение Всех ребят постараемся охватить всех, чтобы их отблагодарить за их труд Да, в течение года Ну что ж, а сейчас мы уходим на рекламу Спасибо, Света, что вы сегодня утро провели с нами Мы всех призываем быть добровольцами, волонтерами, помогать друг другу Спасибо, что были с нами Ну а сейчас небольшая пауза в нашем эфире Продолжаем нашу программу А сейчас передаем слово Юлии Медведевой, нашему психотерапевту Которая расскажет, как же лучше всего справляться с гневом и агрессией Прямо сейчас рубрика «Совет психолога» Доброе утро! Продолжаем тему борьбы со стрессом Что делать, если на вас наорал начальник? Ваша девушка вас бросила и заблокировала телефон На вас накричала соседка Вас переполняют негативные эмоции, но вы не можете ответить обидчику Что же делать? Написать письмо Да, именно Взять ручку, листок бумаги и написать письмо Написать начальнику, бросившие вас девушки, хамки, соседки Написать все, что вы про них думаете Не стесняясь выражения Написали? Перечитайте Вдруг вы что-то забыли Вдруг вы забыли какие-то старые обиды и прегрешения Забыли? Напишите еще раз Писать письмо можно два, три, четыре раза Да хоть десять Столько, сколько ваша душа пожелает Прочли? Вас устраивает итоговый результат? Замечательно А теперь сожгите его Вы чувствуете, как вам легчает? Теперь вы знаете, что не обязательно вступать в конфликт с начальником С хамкой, соседкой Или искать свою бывшую девушку для того, чтобы сказать ей все, что вы о ней думаете Пишите письма, изливайте свой гнев экологичным способом Будьте здоровы На сегодня все Быть нужно не только спокойным, но еще и образованным В этом нам поможет Игорь Дябкин, преподаватель русского языка литературы лицея АМГО Доброе утро, с вами рубрика «Говорим-показываем» Язык – это подвижная система Каждый год в языке появляются новые слова Сегодня довольно модным словом в сфере бизнеса, в сфере рекламы, в сфере модной индустрии И даже в сфере науки стало слово «коллаборация» Что же оно означает? Коллаборация пишется с двумя буквами «Л» с ударением на предпоследний слог Слово «коллаборация» используется в науке Оно означает процесс совместной деятельности по созданию какого-либо научного проекта Но сегодня этот термин достаточно часто используется в сфере дизайна и модной индустрии Оно означает процесс создания совместного проекта Или по-другому каких-то совместных известных марок в сфере косметики, техники, рекламы или одежды Ну что ж, будьте грамотными, с вами была рубрика «Говорим, показываем», увидимся А сейчас узнаем, чем же интересуется молодежь впереди, рубрика «Тинтайм» Ребята подготовили свои сюжеты и расскажут, чем же они занимаются в школе роста Причем ребята целую неделю снимали эти сюжеты И сейчас мы давайте посмотрим, что же у них получилось Доброе утро, это «Тинтайм» и я, Егор Стародубов 4 ноября в России отмечается День народного единства Поэтому не случайно слоганом акции «Ночь искусств 2018», которая проходила 4 ноября, стала фраза «Искусство объединяет» То есть, по мнению организаторов, хотя бы в эту ночь все могут стать единомышленниками Амурский областной кривический музей не остался в стороне от этой акции и приготовил интересную программу Мы с Алиной Гавриленко тоже побывали там, и об этом наш сегодняшний сюжет Программа началась в холле музея В этот вечер проходили не только выставки, но и необычные мастер-классы Про описание иероглифов, рисование на глиняных фигурах, обучение шахматной игре и создание кукол Игра на особых системах дудок, холусах Некоторые посетители «Ночи искусств» стали обладателями редких коллекционных открыток В зале Албазинского строга, экспозиция которого рассказывает об освоении Сибири и Преамурья казаками-первопроходцами, можно было примерить вооружение и щиты В ночь искусств из фондов музея достали и показали зрителям первопечатные тексты Две старинные книги в деревянных окладах, покрытых кожей на старославянском языке На втором этаже музея можно было познакомиться с бытом и культурой ивенков коренных народов Севера По соседству расположился небольшой кукольный театр Кроме знакомства с искусствами и культурными традициями разных народов Можно было принять участие в увлекательной музейной викторине В мастер-классах по живописи и декоративно-прикладному искусству Совершить интерактивные экскурсии по новым выставкам и экспозициям Одним из важнейших искусств по-прежнему остается кино Сегодня у молодежи очень популярны интернет-сериалы Но когда они были на съемочной площадке? А Оксения Шелепова не только понаблюдала за съемками китайского сериала, но даже сама приняла в них участие В конце октября в Благовещенске проходили съемки сцен для криминальной мелодрамы «Линия границы» Съемочная группа 50 человек приехали История рассказывает о полиции и борьбе с пограничной преступностью Выбрали съемки именно в Благовещенске, так как город находится очень близко к Китаю И аналогов других нет Вот наш город Главные герои – сотрудники полиции Мужчина и женщина якобы влюблены друг в друга Но на самом деле их чувство лишь прикрытие В съемках массовых сцен и ведущих ролях участвуют не только китайские, но и русские актеры У нас снимали разные локации города – кафе, рестораны, магазины и улицы Всего в сериале 24 серии Возможно, будут съемки второй части Но «Линия границы» – это на самом деле серия произведений На сегодня это все Смотрите «Тим Тайм» через неделю Здесь был Егор Доброго вам дня Пока Быть красивыми хотят все Сейчас существует огромное количество средств по уходу за кожей Но, что примечательно, не всегда и не все читают, а как же эти средства правильно применять Специалист по красоте Эльвира Юркевич прямо сейчас расскажет о некоторых секретах красоты В нашей новой рубрике «Продукты красоты» посмотрим прямо сейчас Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вам расскажу про кислородные маски, которые изобрели корейцы Обычными тканевыми масками уже никого не удивишь Чего же не скажешь о кислородных масках, которые превращают наше лицо в облако пены При соприкосновении с кожей такая маска начинает пузыриться у нас на лице Все знают про тусклый, землистый цвет лица, который присущ нам в наше нынешнее время с нашей экологией Так вот, такая кислородная маска насытит вашу кожу кислородом, выровняет тон лица и сделает очень приятный массаж Кислородные маски нужно применять не только женщинам, но и мужчинам, ведь они прекрасно очищают кожу лица Чем быстрее наступает реакция пузырения маски, означает, что вашей коже не хватает кислорода При соприкосновении с кожей у нас наступает химическая реакция Как можете видеть, маска начинает пузыриться, обогащая нашу кожу кислородом, делая массаж и очищая ее Чтобы проверить, можно смывать маску или нет, для этого нам нужно проверить, закончилась ли реакция или нет Для этого мы проводим пальцем по маске и смотрим Если у нас еще продолжается выделение кислорода и пузырьков, значит маску нужно еще подержать 5 минут Кислородную маску применяем 1-2 раза в неделю, все зависит от вашего типа кожи Если кожа чувствительная, то маску мы делаем 1 раз в 2 недели Любите себя, будьте самыми прекрасными и смотрите нашу рубрику До встречи в новых выпусках! Читайте на страницах Амурской правды В Амурской области установлен исторический рекорд по выдаче ипотечных кредитов С начала года банки выдали амурчанам на покупку жилья более 11 миллиардов рублей Это рекордный объем ипотечных кредитов за всю историю наблюдений за рынком, которая ведется с 2009 года Причина такого колоссального спроса на ипотеку – снижение процентных ставок Такими низкими, как сейчас, они не были никогда Наталья Кирьянова, очень худенькая и хрупкая медсестра Ивановской больницы, рассказывает о конкурсном задании И до сих пор удивляется собственной победе Откуда только силы берутся? В октябре она стала лучшей медсестрой Дальнего Востока Свою скромную карьеру участковая медсестра Ивановской больницы начинала в детской реанимации Еле не понимать, что значит сделать невозможное, когда речь идет о чужой жизни Сегодня Наталья Владимировна с улыбкой вспоминает, как, поступая в медучилище, боялась даже вида крови Амурчане пережили самые теплые за столетие второй осенний месяц Амурская погода все чаще удивляет сюрпризами В мае были заморозки до минус 7 градусов Лето необычно дождливое, холодное, а осень, напротив, теплая и продолжительная Делится наблюдениями старший научный сотрудник Хинганского заповедника Сергей Кудрин Синоптики заверяют, такие отклонения от привычных норм нельзя назвать аномалиями Однако неожиданности бывают весьма приятными Так, впервые за долгие годы амурчане никак не могут дождаться зимы Снега нет, медведи не ложатся спать, а на опушках цветет клевер Амурская правда следила за хронологией природных капризов Есть категория людей, которые обожают посещать кинозалы и оставляют там по полтора, по два часа свободного времени Но кто-то удовольствуется короткими, маленькими нарезками, просматривая трейлеры И тем и другим мы сейчас постараемся угодить, потому что Ростислав Азизов приготовил уже свою рубрику «Около кино» И вы, уважаемые наши телезрители, сможете узнать, какие же фильмы на выходных вы сможете посмотреть на театрах Амурской области Прямо сейчас рубрика «Около кино» Спасибо, Надежда, Александр, доброе утро, дорогие телезрители «Около кино» продолжает эфир программы «Наше утро» Меня зовут Ростислав Азизов, мы начинаем На большие экраны вышел дубликат – дебютный полнометражный фильм режиссера Билла Оливера Главную роль в ленте сыграл один из самых перспективных молодых актеров современности – Энсел Элгард Известный по роли в саге «Дивергент» На работе порядок, вот только стал немного уставать А ты? У твоего дубликата очень насыщенная жизнь Это естественно Не волнуйся В центре сюжета молодой человек по имени Джонатан Казалось бы, его жизнь ничем не отличается от жизни других людей Как и все, он занимается ежедневной рутиной, мечтает встретить свою любовь Вот только влюбиться Джонатан не может Потому что это главный пункт его соглашения с другим Джонатаном Который просыпается каждую ночь и ведет совершенно другую жизнь Но вот однажды за нарушение правил Вся жизнь Джонатана оказывается под угрозой Я встречаюсь с его бывшей девушкой Ты должен сказать ему Где ты был? Любителям детективных историй советуем посмотреть триллер по мотивам одноименного романа Шведского журналиста и писателя Дэвида Лагеркранца Продолжающего трилогию «Миллениум» Стига Ларсона Девушка, которая застряла в паутине Мне сказали, только вы можете выполнить эту работу Вы должны сделать невозможное Лизбит, девушка с татуировкой дракона Умная и безжалостная мстительница возвращается Только ей под силу остановить самую жуткую преступную организацию Расследование о смерти разработчика искусственного интеллекта Заводит ее в ловушку Сотканную ее злейшим врагом из прошлого Помочь девушке будет тяжело даже Знаменитому журналисту Макаэлю Блуквинсту Еще одна премьера недели Российский комедийный фильм для семейного просмотра «Грецкий орешек» По словам режиссера, философия его ленты В том, что у каждого человека когда-нибудь возникает сложный выбор Который в дальнейшем определяет его жизнь Не имея этого выбора, мы плавим по течению И это нас приводит туда, откуда спустя годы мы понимаем Что ничего и задуманного не осуществили Герой убеждается в том, что выбор обогащает его жизнь И радикально меняет ее Меня зовут Артур, мне 30 лет И я не знаю, чего я хочу от жизни Десять часов утра в российской столице В гостях у меня сегодня Семен Слепаков Успешный радиоведущий Артур Молод, остраумен и собирается жениться Но вскоре чувства главного героя К его пассии сходят на нет И чтобы развеяться и снова найти себя Кирилл решает отправиться в спонтанный отпуск В Грецию Безбашные выходные парни И его новоиспеченных друзей Привлекают к ним внимание местных гангстеров Так в результате целой вереницы опасных событий И неожиданных случайностей Отпуск Кирилла превращается В опаснейшее приключение Американский боевик Хантер Киллер У которого ранее возникли проблемы С прокатными документами Все-таки увидят российские зрители Об этом во вторник заявил Глава российского министерства культуры Владимир Мединский Он уточнил, что ведомство Ознакомилось с фильмом И не нашло в нем нарушений российских законов При этом Мединский назвал Хантер Киллер Банальным и скучным кино С бездарным сценарием Также в кинотеатрах Можно посмотреть Богемскую рапсодию Ужастики 2 беспокойных Хэллоуин Историю проигранное место И комедию Крымский мост Сделано с любовью На этом у меня все Желаю вам отлично провести время Обязательно советую сходить в кино До новой встречи в эфире Доброе утро, дорогие телезрители Все мы регулярно пользуемся телефоном Смотрим что-то в нем или читаем Но держать его постоянно в руке Не очень удобно Поэтому сегодня я дам вам совет Как сделать простую подставку Из подручных материалов Для этого нам понадобится Пластиковая карточка У всех есть наверняка какая-нибудь Лишняя скидочная карта Которую вам выдали в магазине И зажигалка Зажигалкой, конечно, пользуемся Очень аккуратно и внимательно Итак, сначала Прогреваем карту Буквально в сантиметре от края И пока она теплая Сгинаем ее Прогреваем ее еще раз Еще в сантиметре Сильно греть не надо Достаточно, чтобы она Стала слегка теплой Сжали Подождали, пока карта остынет Третий сгиб мы будем делать Посередине Примерно делим карточку пополам И опять прогреваем полосу Сгибаем в обратную сторону И даем карте остыть Чтобы она сохранила Ту форму, которую мы ей придали Ставим И пользуемся нашей Новой подставкой Пусть ваша жизнь С нашими советами Будет немного проще Всем до новых встреч Рычихинцам предложили Своими силами Построить ледовый городок Они должны наморозить Кирпичиков из цветного льда И в последующем Из этого построить свой шедевр За лучшую ледовую композицию Заплатят 25 тысяч рублей Ну а вот Как готовиться к Новому году В областной столице Именно на эту тему Поговорим с нашей гостью У нас сегодня в студии Виктория Хаптико Начальник управления культуры Города Благовещенская Доброе утро Доброе утро, Виктория Андреевна Сейчас выходные Как раз наступает Такое холодное время года Мы все очень ждем зиму И все, конечно же, жители Ждут ледового, красивого городка У нас Благовещенский И люди со всей области Всегда приезжают посмотреть Какой он будет Какие конкурсы проходят Может быть, нам тоже имеет смысл Провести такой конкурс фигур Ну, вообще, нужно сказать Что третий год подряд По инициативе мэра Города Благовещенского Валентина Сергеевна Калитет Столицы Преамурья Проходит конкурс эскизов И самые лучшие эскизы Наших граждан Детей, взрослых Те, кто победили Обязательно находят воплощение В нашем снежном городке Практически 70 работ Достаточно интересных Которые связаны С мультипликационными фильмами Со сказками С героями тех или иных Театрализованных представлений Уже представлены Осталось провести Непосредственно сам конкурс И воплотить в жизнь Эскизные проекты Сколько примерно работ Воплощается Вот из присланных Ну вот 70 прислали Да А победителей Ежегодно Две, три, четыре работы В зависимости от решения Конкурсной комиссии Поэтому на этот вопрос Мы ответим После того Когда уже будут определены победители То есть мы не будем сейчас говорить Какая самая популярная фигурка Пока нет Но оригинальные какие-то есть? Есть различные фигурки Я не скажу Что это прямо Супер оригинальные Я думаю, что все-таки ставили цель Сделать такие эскизные проекты Которые будут понятны Всем Всем горожанам И может быть Даже вызвать какую-то ностальгию Поэтому это и старые добрые Наши мультфильмы И сказки Допустим Те же Буратино Герои Или Винни-Пух Но есть еще и такие креативные вещи Давайте не будем Нарушать Раскрывать Тайну Когда городка еще далеко Но а какие планы Уже именно культурных мероприятий Готовятся наверняка К новому году Какие-то новые события Конкурсы В чем можно поучаствовать Нашим зрителям В каких конкурсах В каких проектах Вообще нужно сказать Что следующий год Достаточно интересный год В культурном плане Мы знаем, что президентом Российской Федерации Он объявлен годом театра И мы уже начали готовиться И по сути дела Вот такой конкурс Эскизных проектов И воплощение Это тоже некие Будут и театральные вещи По той простой причине Что сама тема Снежного городка Очень много будет Таких театральных персонажей Персонажей сказочных Да, постановочных Может быть Это будут как раз И персонажи И кукольных театров Да, и театров Вот таких уже Сказочных И детских И взрослых Плюс достаточно интересно Что в этом году Мы предполагаем Открыть год театра Очень масштабно И первый раз Будем делать это На площади Ленина 31 числа И по сути Вот прямо в новогоднюю программу Мы открываем год театра Прямо в новогоднюю программу Перед новогодней Как раз ночью В вечернее время С 6 до 20 часов Мы открываем год театра А для этого Достаточно интенсивно готовимся И уже со следующей недели Объявляется ряд конкурсов Расскажите о них Хотелось бы Чтобы и жители города Благовещенское и Мурчане Мы никому не отказываем Приняли участие Ну, во-первых Это конкурс Который пройдет Подведение итогов Который пройдет Непосредственно 31 числа В рамках данного Театрализованного представления Это конкурс Карнавальных костюмов И ростовых кукол То есть в костюмах Можно будет прийти Прямо туда на площадь Получается в новогоднюю И получить подарок И ростовые куклы И ростовые куклы Причем достаточно интересно Что у нас уже в городе Есть свои имиджевые Ростовые куклы У различных предприятий И организаций Кто организует праздники Конечно И не только Пожалуйста И у банков есть куклы И куклы У каких-то компаний Связанных с продажей Товаров А вы тематику как-то ограничивали? То есть что это должно быть за куклы? Это ростовые куклы Которые отражают Деятельность того или иного Предприятия Учреждения Это могут быть и сказочные персонажи Пожалуйста Причем у нас достаточно большая Уже костюмерная И в городском доме культуры Мы в течение нескольких лет Шили различные ростовые куклы И вот весь спектр ростовых кукол Которые у нас есть на сегодняшний день В городе Благовещенске Можно будет увидеть 31 числа на площади И даже самые интересные получат Вся площадь будет Получат уже подарки Но мы предполагаем Поэтому вот такое предложение Сейчас и благодаря вашей передаче Мы озвучиваем для жителей гостей Семья может получаться? Конечно Семья, какие-то коллективы Если есть желание А какой коллектив дружит? Это тоже интрига Это будет тайно Это будет тайно Но мы сразу говорим о том Что мы активно будем популяризировать Деятельность Если это организации В течение потом всего новогоднего периода И в течение следующего года Года театра У нас есть большой экран На площади Ленина Где сохранятся обязательно эти фрагменты И они будут показываться Это вот такой первый конкурс Конкурсов достаточно много Допустим, детские конкурсы Подводить итоги мы будем 3-го числа на площади Ленина Это конкурс новогодней игрушки Сделанной своими руками Поэтому следите Положений будет достаточно много Все это можно будет увидеть На сайте администрации? На сайте администрации На сайте управления культуры И в СМИ, конечно же Активно мы будем рассказывать И в сети Инстаграм Поэтому информация будет доведена до всех Мы знаем прекрасно Что эти конкурсы Они направлены на всех жителей морской области Конечно Можно каждый поучаствовать Ну а вот о призовом фоне Хотелось поговорить Те, кто будут участвовать Они будут получать какие-то подарки Награждения Либо это просто ради идеи Что мы собрались Вы знаете, будут и подарки Конечно же Потому что любой конкурс Подразумевает подарок И у нас есть стабильные Социальные партнеры Которые откликаются Будут и такие имиджевые вещи Которые связаны Как я уже сказала Потом с деятельностью И с популяризацией Того или иного коллектива Той или иной организации Будет возможность увидеть Самых лучших И на страницах газет И опять же в сети Инстаграм То есть вот такие вещи Ну и помимо этого Конечно же Есть еще и такое понятие Просто как удовлетворение Своих потребностей В самореализации Когда просто можно показать То, чем я занимаюсь Очень хорошо Ну и к примеру Один из традиционных конкурсов Который мы повторяем И есть отклик На Рождество Это рождественское печенье И уже сейчас Начинаем принимать заявки Будет выставка А потом приходят И это же можно попробовать И отпраздновать Но в основном Конечно Это же выставка В первую очередь Показать Насколько я рукодельница И насколько я хорошо Допустим Если я не умею петь Там танцевать Или что-то шить Насколько я хорошо веду Там домашнее хозяйство И могу принять гостей А наши зрители могут прийти И покушать Очень вкусные Разные конкурсные работы Правильно, печенье? И помимо этого Еще немножечко Какой еще интерактив? Что еще будет нового? Очень много различных акций Остановлюсь на двух из них Библиотечная система Продолжая тему Библиотечных личных историй И завязки С годом театра Мы сейчас разработали Вот такую интересную акцию И также начинаем Принимать заявки Это новогодние открытки С поздравлениями Наверняка В каждом доме Сохранились Новогодние открытки Которые Вы помните Когда-то Пересылали Старинную открытку Дедушкам Насколько она старинная Кто-то и сейчас Пересылает открытки Допустим У меня родители До сих пор Один раз в год Эти открытки пишут Это может быть И открытка 50-х 60-х 80-х 90-х А может быть И сегодняшнего Времени Открытка Нужно принести Показать Ее нужно принести Обязательно Комсомольская А3 Это одна из наших библиотек Библиотека Чехова Ее сканируют И помимо этого Ваши мысли Если вы захотите Поздравительные Озвучат Уже голосом Наших театральных Артистов Самодеятельных Детей Взрослых Допустим Если это внучка Писала бабушке Естественно Это будет голос Детский И вот такая трансляция Как звуковой театр Во время Как раз 31-го числа Прологом Праздничных мероприятий Так же будет То есть можно будет Услышать Своё поздравление Для Кого угодно Или какая-то семья Поздравила Другую семью Уже вот так Публично На площади Ленина Вот такая Интересная акция Очень интересную акцию У нас проводят Учреждения Дополнительного образования Когда сейчас Можно будет Собрать И отправить Также им Принести Фотографии Если мы говорим Про год театра Связанные С театральным Не только Благовещенском Но и вообще С театральной Россией Или с театральным Миром Вот в каком театре Я был Где мне понравилось И есть моя фотография Её можно Также отсканированную Принести Будет соответствующая Выставка И самые лучшие Фотографии Также будут Показаны На большом экране На площади Ленина С 31 декабря По 8 января Все Кто будет приходить Будут вас видеть Где вы были В каком театре Любой человек Может найти для себя Вот какое-то применение К новому году Конечно Либо это испечь Либо это творчество Либо сделать ростовую куклу Либо костюм карнавальный Либо просто прийти На площадь И мы активно Переходим От того Уже несколько лет подряд Не просто Приди и стань Зрителем А совместно с нами Поучаствуй Подготовь мероприятия Ставь активным организатором Ну и конечно же Тогда Не только тебе Будет приятно Провести эти праздничные мероприятия Но и у кого-то У твоего ближнего Улучшится настроение От того, что ты просто есть Виктория Виктория, декабрь сам по себе Месяц он насыщен Праздным настроением Все предупреждены Начинаем заранее Как правило Уже городок строится в декабре Да, утренники рано Что же интересного Мы сможем увидеть в январе Уже когда закончится Новогодний этот весь переполох В январе Мы продолжаем серию мероприятий И все праздничные дни Учреждения культуры У нас работают Достаточно насыщенная программа То есть будет чем заняться В библиотеках, конечно же И в общественно-культурном центре Общественно-культурный центр Представит серию Различных сказочных программ Сказочных постановок Причем это и для младшего Школьного возраста И для дошкольников Потом с хороводами возле елки И для детей постарше И даже для взрослых В старый Новый год Такие небольшое чудо Чародейство определенное В общественно-культурном центре Следите, пожалуйста, за рекламой Очень интересная Насыщенная программа В доме ремесел И до новогодних мероприятий И после Когда можно Из каких-то элементарных Подручных средств узнать Если мы говорим до Нового года Как украсить свой дом Минимально можно Как украсить себя На новогодние мероприятия И также после Нового года Программа очень насыщенная А Благовещенский район Близлежащий Может быть село Садовое Близлежащие наши села Они как-то будут задействованы Конечно, конечно В городской округ Входит у нас Это не Благовещенский район А город Благовещен Входит и село Садовое И Плодопитомник И Белогорье Там запланирована Также серия Различных программ Начиная от утренников От каких-то творческих встреч От посиделок Приехать И заканчивая уличными мероприятиями Все это будет Сейчас идет Такая достаточно большая подготовка Поэтому я все-таки Еще раз настоятельно Рекомендую Обращаться И к сети интернет Пожалуйста Это и сайт И администрации Города Благовещенского управления Культуры И учреждений культуры И, конечно же Средства массовой информации Нам в помощи Инстаграм Ну и те афиши Которые будут появляться По городу Ну вот такая у нас Сегодня была программа Уже фактически предпраздничная Потому что осень глубоко Уже вступила в свои права И мы очень-очень ждем Наступления зимы А именно Праздничного Декабря Нового года У нас сегодня в гостях была Виктория Андреевна Хопатько Начальник управления Культуры Администрации города Благовещенска Александр Ткаченко Надежда Пархунова Спасибо, что это утро Провели вместе с нами Мы обещаем, что В последующем Продолжим вас Разными интересными И новостями И программами И рубриками Также радовать Всего вам хорошего Замечательных выходных Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok